Картина была написана вскоре после окончания работы в Владимирском соборе в Киеве. По словам Васнецова, образ Ивана Грозного завладел им еще в 1878 году, когда он переехал в Москву. Не знаю, отчего рассказывал он, но при осмотрах памятников старины, которые мы, художники, поселяясь в древней столице, интересовались, перед нами всегда вставала тень Ивана Грозного. Бродя по Кремлю, я как бы видел Грозного. В узких лестничных переходах и коридорах храма Василия Блаженного слыхал поступь его шагов, удары посоха, его властный голос. Царь у Васнецова умный и коварный, грозный и мудрый, одинокий и величественный одновременно. Художник опирался в своей характеристике царя на суждение о нем современников, на психологический портрет Ивана Грозного, историка Василия Ключевского. Им убедительно представлен крупный характер, сильная личность, что соответствовало как правде истории, так и поэтическим преданиям о Грозном царе. В живописи Ивана Грозного нашли дальнейшее развитие новые пластические идеи, разработанные художником в Владимирском соборе. Стоит отметить повторяемость отдельных мотивов в росписях и картине. Среди них мотив своеобразного прорыва из интерьера в открытое пространство, которое поддерживает содержание и стилистику основного изображения. В росписях это окно в келье Нестера-Летописца, в проеме которого виден пейзаж, выполненный в стиле миниатюр древнерусских рукописных книг, что призвано указать на характер деятельности главного персонажа. В Иване Грозном художник изобразил окно в царских палатах, из узкого закругленного проема которого видна Слободская улица Москвы с шатровой колоколинкой и островерхими крышами деревянных домов XVI века. Этот прорыв пространства вносит некие реалистические черты в общий декоративный стройполотна. Эмоционально-лирическая нота, звучащая в этом пейзаже, оживляет общее гнетущее настроение картины. И если в Нестере-Летописце изображение на фоне, выполненное в условной манере, служит обозначению вневременности исторического персонажа, причисленного церковью к лику цветых, то в Иване Грозном окно в реальный мир переносит наше воображение в точно обозначенное историческое время, служит дополнительным фактором для его характеристики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok